мне кажется да то что сейчас от началось такого зарождение политической украинской нации до того чего не было раньше то есть сейчас я вижу когда люди но готовы выходить за идею да они по сути вообще украинский конфликт этот война да это первое украинцы первый народ который в реальном деле с реальными автоматами воюет именно за европейские ценности потому что в европе еще никто не вывод европейские ценности мы первым ну и первый народ который воюет и сама на что я вижу понимание от меня в батальоне до были люди разные но когда некоторые собственно говоря когда я от некоторых встречал да так по внешнему виду ним или бы там некрасивыми да то могли быть там худыми сутлыми толстыми да и как бы был вообще абсолютно разные уровень образования уровень общения уровень социальных какие-то там связи коммуникаций но когда я спрашиваю ребята типа что ты делаешь это что тут вы видите я получал такие грандиозные хорошие ответы что меня это очень реально очень много шокировало положительно шокировало том что люди когда мне очень адекватно говорили что я нет я тут воюю там защищаю свою страну там я воюю за то чтобы у нас там она боюсь куда не за европу сколько за ценность европейский вы ее там ауди там юра скажи какие европейские ценности у меня начинает вполне нормально их рассказывать адекватно то есть меня это очень положительно так но шокировать для этих людей ну я живу до сих пор вот если поддерживать ими отношения это помогаю да потому что но я знаю что эти люди не просто там пошли там с автоматом савтрафироваться они у них есть конкретная цель да там у них если не там я живу там от защиты украины да там и для независимости да там как одну каких-то европейские ценности в украине поэтому это очень ну и шнук положительный документом и формирование да там политической нации в экономическом плане да конечно но есть там скажем так проблемы но с другой стороны раньше экономика была привязана сильно на россии да там практически ну там чуть 50 процентов сейчас как как раньше да там все вся пропагандистская машина россии про того что мы не проживем без россии мы не проживbur ваши сейчас количество взаимосвязей к намических уменьшается и что ну да там доллар таком скажем нестабильно и черт с этим долларом переживем сейчас еду и общество день и зависимости для над classical не просто там includes им календаре да даже даже там и для многих жителей там есть мариуполе там и даже даже не настолько для многих жителей, а это настоящий праздник, который, ну, скажем так, со слезами на глазах, в буквальном смысле. Тоже самый флаг, да, если отношение к флагу, которое раньше было, ну, да, флаг государства, очень хорошо, что флаг государства, то сейчас это больше, чем флаг, и даже когда вот мы там уходили, ну, там, там с Дебальства, да, с окружения выходили, то, скажем так, надо было собраться очень быстро, ребята там флаги, в первую очередь они флаги срывали и прятали, ну, там, себе там разгрузку куда-то, чтобы они не достались, чтобы потом русские, ну, не начали гумиться. То же самое, такой немаловажный фактор, вот я заметил, особенно по Киеву заметил, да, то, что когда, допустим, спрашивал знакомых, да, киевлян раньше, они подтверждают вот мое замечание, того, что, ну, раньше на больших мероприятиях, когда там раздавали вот эти бесплатные флажки, ну, там один мог лежать, там, два могли лежать на полу, там, на земле, и все так проходили, и все, типа, на них было наплевать, да, грубо говоря, то теперь их, как-то лежит, кто-то подошел, там, взял, куда-то там, там, даже пошмакал, ну, чтобы он не лежал под ногами, там, даже там выкинул, ну, чтобы под ногами не лежал, то есть это очень такой важный фактор, и я говорю, ну, вот такие вот изменения, изменения, даже на Востоке просто происходит изменения, изменения, потому что, ну, раньше же не стоял такой, да, вопрос в конкретной самоидентификации, да, там, выборе, то сначала, с началом войны, да, абсолютно есть такие русскоязычные люди, которые, там, раньше, там, кричали про русскую культуру, ну, которые сейчас и воюют, и помогают, волонтерят, да, то есть, соответственно, наверное, такое, если так, ну, нельзя так говорить, да, ну, так в кавычках можно сказать спасибо этой российской агрессии, да, что она нам, вот, дала какое-то, вот, дала какой-то возврат, возврат к исторической памяти, да, в том числе, потому что сейчас это очень, тема очень затребованная, я даже могу судить по своим родственникам, которые во все вопросы, ну, там, очень сейчас много читают по разным таким вот историческим пробелам, которые у них были, да, то есть они отошли, наконец-то, от этих российских шаблонов касательно грузинской войны, касательно чеченской войны, касательно национально-освободительного движения, там, 17-го, 21-го года, да, то есть они отошли, сейчас читают, читают, читают и сопоставляют, и это уже хорошо, что они читают и сопоставляют. Да, они не во всем будут согласны, но со многими будут согласны, и частично, я же говорю, у них вырабатывается критическое мышление, да, соответственно, понимание определенное, то есть это уже хорошо, то, что они не просто повторяют заученные штампы, которые их научили там еще в Советском Союзе, да, в школе, там, о бандеровцах, и там, дедам, которым стреляли в спину, а уже конкретно они разбирают, ну, пытаются разобраться в этих историях, то есть, и, ну, читать стали больше, да, как вот историческая литература, как на мое мнение, да, потому что у меня там, там, среди моих товарищей, да, даже те же самых фанатов, ну, много-много, ну, стоят стали больше читать, больше там смотреть исторические передачи. Другое дело то, что наше телевидение, к сожалению, не производит, на мой взгляд, того должного количества нормальных исторических передач, исторические какие-то такие дискуссии. У нас все спорят на Шусте Лайфе, а нет ни одной такой подобной политической, исторической телепрограммы, да, нету, вот там есть там Кипиани, сейчас вот Зинченко, да, выпустил две передачи, ну, это такая, какая-то капля в море буквально, капля в море, нету ни одного исторического журнала. Я когда приезжаю в Польшу, да, там, по, там, по работе, мне очень положительно шокирует 12 журналов, я насчитал в одном ларьке на окраине, там, меня просто шокировало положительно, у нас нет ни одного исторического журнала, то есть, и у нас нету какой-то, ну, уровня, там, какой-то там исторической, там, дискуссии, да, там, я же говорю, там, у нас даже, ну, National Geographic у нас нет, да, никакого нет, ну, такого хорошего нету журнала, который был бы популярен, нету журнала, там, о туризме внутреннем, да, у нас все считают, что лучше поехать где-то там в Турцию, в Египет, я не спорю, да, там, хорошо, но никто не знает, что у нас есть очень такие, ну, очень хорошие, дешевые, там, отели в Карпатах, да, в тех же самых есть там очень хорошие курорты, есть там в Уцке, в Уцке, да, области, там, тоже ко мне, как по Минецподольске, то есть, ну, я же говорю, но сейчас, сейчас, как бы, все на этом будет, ну, как бы, это развивается больше, и люди больше коммуницируют, то, что это смешение произошло, да, из-за войны, то, что много людей были вынуждены поехать, там, на Запад, да, там, на Западе тоже по-разному стереотипы, как иногда бывает, к приезжим относятся, да, но с другой стороны, я вижу то, что идет общение, да, вот это такое смешение даже, может быть, какое-то, и, ну, и благодаря этому, те стереотипы и на Западе, и на Западе, которые были по отношению к Востоку, они все рушатся, и люди стали дорожить, ну, наверное, все больше и больше дорожат Украина как государство, не просто как садком вышли на МКОХАТ, как это политически, ну, как это такое культурно, а именно политически, того, что есть понимание важности государственности, а еще есть очень важное понимание, вот это срабатывает, ну, срабатывает такая историческая память, того, что если мы проиграем, то мы все, одна часть, кто успеет добежать до польской границы, та спасется, но большая часть не успеет добежать и отправится в вагонах осваивать сибирские дали. Донбасса вклад не маленький, вы знаете, как бы, ну, вот, я как бы когда-то в одном из интервью сказал такой тезис, то, что Польша, Западная Украина переживала во взаимоотношениях с Польшей в 20-х, 30-х, 40-х годах, сейчас Донбасс то же самое переживает, ну, идентичное все, идентичное. Есть и предательство, есть такое геройство. Допустим, какой вклад, да, да, вклад уже есть, ну, достаточно, и некоторых людей очень большой, ведь, допустим, конкретный пример. У меня есть, ну, знакомые, которые ездили, еще когда даже там были, там, в Савянске, да, был там, под Гиркин, да, захваченный, они, как местные жители, да, ездили там, добывали разных разведывательную информацию. Есть кто, есть женщины, которые ночью стирали форму, да, украинских солдат. Почему ночью? Потому что шоу днем, чтобы соседей не увидели. То есть, ну, как бы, да, вот этот сериотип о том, что про все уголовники, да, на Басе. Но ведь это тоже самый сериотип, что там бандеровцы все на Западной, да. И да, хорошо там в 30-40-е годы, там, возможно, да, свозили уголовников. Ну, слышите, ну, уже внуки у них родились, а внуки же не обязательно должны поддерживать, быть уголовниками. Правильно, сын же за отца не отвечает, мы, что мы, что, ну, не при Сталине живем. Поэтому, как бы, да, народы разные, там, как бы, смешение, да, там такое более пролетарское, как-то не задумывался больше никто там, да, об идентичностях на Донбассе. Но вклад, вклад, он уже большой, потому что, на самом деле, ну, достаточно нормальная часть, там, мужчин из Донбасса и женщин, да, воюют в разных формированиях, да, там, в ВСУ, в МВД формированиях, да, воюют. Другое дело то, что они не могут так открыто об этом заявлять, потому что есть и родственники в оккупированных территориях, есть и друзья, как бы, есть и дома. Потому что будешь много активно, допустим, в приграничных территориях активно там постить картинки с вагом Украины, да, тебе может ночью, там, коктейль молотого прилететь, или там, там, жена может машина сбить. Потому что даже в освобожденных городах есть такие проблемы, когда, вот, знаючи, что там, как так, там, сын или там муж воюют за Украину, там, бывает, там, с соседями проблемы. Ну, то, что, то, что как на Западе было, так и у нас тоже самое. Есть, есть, есть такие отчаянные жертвы самопожертвования, да, когда там люди идут, там, да, на оккупированных территориях, что-то там взрывают, да. Есть и которые будут добыть информацию, то есть, ну, абсолютно, а есть предатель. Дуэль нервов, и смелости, и предательства, и всего. Вкладан был вклад в Донбасса большой того, что, уже, уже достаточно большой того, что, ну, не поддерживают массово, да, не оккупантов. Потому что все это, потому что все это массово, она, как мы, как мы видели в Крыму. Я, когда в Крыму будет это на референдуме в Крыму, да, там, по работе, я видел, как они формируют, делают картинку. Может, вы видели, может, это Дома правительства в Симферополе, когда стоят две камеры, включили свет, и тут стоит толпа с большими транспаратами, чтобы не было видно, что сзади людей нету. Там три ряда людей стоят, кричат, выслили журналисты, и все благополучно. Тоже самое, та же самая остановка вот этих колонн, да, вначале с украинской армией. Там же тоже человек, там, 50-60 воспринимала, да. Большая часть просто на это смотрела, как, ну, как за каким-то интересным шоу, которое не по телевизору, а за окном происходит. Ну, а то, что довели до этого шоу, да, как бы. Но основная проблема Донбасса в том, что он был денационализирован и подвержен стереотипам. Потому что, как бы, если они были бы там, имели бы плотную идентификацию, да, там, хотя бы там проукраинскую, они бы не дали бы развиться, они бы там под русские танки, да, там, русские колонны бы тормозили. А так большая часть, ну, отказалась вмешиваться, принимая какую-то либо сторону, была просто таким молчаливым свидетелем. Ну, а теперь расплата пришла, расплата в виде того, что полрегион оккупированных и происходит регулярная, там, война идет полномасштабная.